Good morning, everybody! Today we continue to talk about the days of the week. I'd like to look at this rhyme. Взгляните, пожалуйста, на это стихотворение. Let's read it all together. Давайте прочтем его все вместе. Every week has seven days. See, how many you can say? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. What's today? Каждой неделе семь дней. Посмотрим, какие вы можете назвать. Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. What's today? А какой сегодня? Today is Tuesday. Of course, сегодня вторник. Let's read this rhyme all together once more. Repeat after me. Every week has seven days. See, how many you can say? Sunday, Monday, Tuesday, Sunday, Thursday, Friday, Saturday. What's today? Давайте немножко увеличим темп. Every week has seven days. See, how many you can say? See, how many you can say? Wednesday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. What's today? Пропали куда-то слова. А можно назвать, каких слов не хватает? Every week has seven days. Молодцы. See, how many you can say? Умнички. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Молодцы. Молодцы. Friday, Saturday. What's today? Еще больше слов не хватает. Давайте попробуем. самостоятельно. Попробуйте назвать слова, которых не хватает. Молодцы. Думаю, вы справились на ура. Давайте еще раз прочтем его. Every week has seven days. See, how many you can say? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. What's today? Я не задаю каждому из вас выучить это стихотворение, но если оно вам понравилось и вы его хорошо запомнили, то я буду очень рада, если вы запишите аудиосообщение и пришлете его мне. И, конечно же, получите за это оценку. Open your notebooks. I'd like you to write down this table in your notebook. Я бы хотела, чтобы вы написали эту таблицу к тебе в тетрадку. Для этого давайте сначала объясню вам кое-что. Итак, мы помним с вами время Present Simple Tense. Настоящие простое время, которое мы используем, когда говорим о регулярно повторяющихся действиях. В основном, что происходит с нами каждый день. Например, Я хожу в парк по субботам. Look at this table. Affirmative. Утверждение. В утвердительных предложениях мы используем с вами инфинитив, глагол без частицы to. We play. Мы играем. You play. Вы играете. They play. Они играют. Negative form. Отрицательная форма. Когда мы с вами отрицаем, мы прибавляем частичку not к вспомогательному глаголу. Do. We do not play. Мы не играем. You do not play. Вы не играете. They do not play. Они не играют. Также существует краткая форма. Short form. То есть, do not мы можем сократить до простого don't. We don't play. You don't play. They don't play. В разговорной речи чаще всего используются сокращения. Interrogative. В опросительных предложениях вспомогательный глагол do мы выносим перед подлежащим. Do we play? Мы играем. Do you play? Вы играете. Do they play? Они играют. Поставьте видео на паузу и перепишите эту табличку в свою тетрадку. Взгляните ниже. The affirmative is formed with the personal pronouns. We use they and main verb. Ребята, main verb – смысловой глагол. We go to the park on Saturdays. В специальных предложениях то, что мы с вами уже сказали. Мы используем обязательно подлежащее и смысловой глагол. Мы ходим в парк по субботам. The negative is formed with the personal pronouns. We use they plus do not or don't plus the main verb. В специальных предложениях мы используем личные местоимения we, you, they, которые мы также можем заменить на имена. Вспомогательный глагол do с частицей not и смысловый глагол. We don't go to the school on Saturdays. The interrogative is formed with do plus the personal pronoun and the main verb. Do they play tennis in the afternoon? Они играют в теннис после обеда. В вопросительных предложениях мы используем вспомогательный глагол do. Личное местоимение и смысловое глагол. The present simple is used for something that happens regularly. Present simple мы используем тогда, когда говорим о чем-то происходящем регулярно. We get up at 7 o'clock. Мы просыпаемся в 8 часов. Это правило записывать не обязательно. Open a pupil's book at the 41st page. 41-ю страничку. Своих учебников откройте, пожалуйста. And look at the exorcist number 18. Read and answer. Прочтите и ответьте. Look at the example. Listen for these children. We go to the park on Sunday. We go to the park on Sunday. Мы в воскресенье ходим в парк. Do Dana and Aydar tidy their rooms on Sunday? No, they don't. They go to the park on Sunday. Дана и Айдару прибираем в комнате в воскресенье? Нет, они ходят в парк. То есть они ходят в парк в воскресенье. Let's listen for these girls. We listen to music on Saturday. Слушаем музыку. Субботу. Продолжите. Запишите, пожалуйста, это предложение письменно в тетрадку. And what do they do? Если нет, то чем они заняты? Мы смотрим телевизор по пятницам. Do Alan and Demir ride their bikes on Friday? No. They on Friday. Улана и Дамир катаются на велосипеде в пятницу? Запишите, пожалуйста. Это предложение также в тетрадку. The next exercise. Exercise number 19. You have to do this exercise in written form. Также выполните его письменно. Write down your answers in your notebooks. Запишите свои ответы в тетрадку. Что вам нужно сделать? Read and count. Correct. Прочтите и исправьте. Представьте себя в роли учителя, которому попалась работа с ошибками. И вам нужно их исправить. Например, Liam don't play the guitar. Liam – это мальчик. Значит, вместо имени he – третье лицо, один из числа. Мы не используем вспомогательный глагол do. Мы используем вспомогательный глагол does. А если мы отрицаем, то прибавляем частичку not. Liam doesn't play the guitar. Ребята, здесь достаточно будет просто записать ту ошибку, которую вы исправляете. Например, where does they go on Friday? Куда они ходят в пятницу? Вместо имения they. Мы не используем вспомогательный глагол does. Мы используем вспомогательный глагол do. What time do you get up? What time do you get up? Окончание s мы используем только в третьем лице и единственного числа. You – ты. Второе лицо. Где же тут у нас s? Должно быть. Значит, get. В таком ключе вы выполняете оставшиеся предложения. Don't forget to take photo of your copy books and send me. Не забудьте сфотографировать свою работу и прислать мне. Thank you for the lesson. The lesson is over. Goodbye. Goodbye. Продолжение следует...